Что это за очки такие? Там есть стекло или нет? Сейчас будет такая небольшая реклама, так сказать. Хочу сказать, что эта линейка эксклюзив. Во-первых, она сделана полностью из экологичного сырья. То есть данное сырье сделано из переработанных пищевых отходов. И если его выбросить, он разложится в воде. Чикарно! Часы, данного рода очки примерно минут через 40 разложатся полностью в воде. Полностью! Вода как будто прозрачная такой же. Потом, еще в чем эксклюзив. Данный дизайн, данная модель, данная линейка сделана по образцам голливудских звезд. То есть в Голливуде Ray-Ban носит же очки самые такие крутые звезды. Они носят именно такие очки. Да, да, да. Я вам вот как есть говорю. Мы сейчас работаем над тем, чтобы настроить станок по экструзии. Тогда у нас будет свое сырье для 3D-печати, во-первых. Ну и во-вторых, мы будем уже непосредственно производить производителями. Мы можем делать от зубочисток до шлемов биоразлагаемых. Это был мой первый грант с Атамикена. Я покупил себе 3D-принтер и сейчас я как хобби себя реализую и зарабатываю на этом. На данный момент вы можете увидеть процесс работы 3D-принтера. Сейчас идет печать рамки. Это заказ, то есть попросили состные рамки для сертификатов. И получается сейчас он печатает путем наплавления, путем выдавливания пластика, путем экструзии с этой катушки поступает сюда пластик сырье. И путем наплавления он печатает. Расскажите про сырье. Где вы его добиваете? Сырье называется филамент. То есть это нить диаметром 1,75 мм. Она покупная. То есть, как видите, тут разные цвета есть. И есть также разного свойства филамент. Хочу сказать, да. Вот этот филамент называется PLA. PLA. Расшифровку не скажу, потому что я не помню. Он не разлагается, да? Он не разлагается, да. Он считается экологичным в том плане, что он без вреда для организма человека. Но он не разлагаем. То есть он может около 200 лет пролежать на земле и с ним ничего не случится. Хочу вам представить филамент, который называется PIP. Такая-такая. Это полностью экологичный вид сырья. То есть он изготовлен из пищевых отходов. То есть там вход глюкоза, крахмал и так далее, и так далее. И выглядит он примерно вот так. Вот. При этом у него свойства вообще очень мощные. То есть он гнется легко, не ломается, прочный. В нашем видео они из них, да? Да, вот демонстрирую очки. Получается, они изготовлены из них. Вот я сейчас одену. Вы сказали, что заключили договор или заключите договор? На стадии заключения договора с центром офтальмологии города Астана. То есть все получится действительно будет у вас хорошо и успешно. Здесь также, да, на данном станке, на 3D-принтере можно изготовить все, что угодно. От зубной, от зубочистки до шлема Тора, так сказать. Вот сейчас мы работаем над протезом. Мы прошли в конкурсе изобретателей при Тель-Авивском университете Израиля. Сейчас мы разрабатываем протез для ребенка с инвалидностью, у которого руки не было с рождения. И наша задача подарить ему эту руку. И чтобы она была настолько универсальной и легко используемой, чтобы он восстановил все то утраченное, что он не успел сделать. Ну, в общем, одной рукой он управляется и делает то, что не умудряются сделать дети его ровесники двумя руками. А представьте, если ему подарить эту вторую руку, Алаш сам, мы ему... Да, какие возможности? А кто знает, друг, это будущий изобретатель, вдруг он создал самолет казахстанского производства, которого нигде нет в мире. Вот видите, он разлагается. Вот он стал мягче. В общем, минут через 15 его вообще там не будет. Там белое такое облачко будет. И то вот так сделать, все оно испарится. Как пена мужская.